и снова здравствуйте мои дорогие друзья любимые подписчики уважаемые спонсоры всех приветствую на канале турецкие байки еще болею немножко отдохнула все еще где-то в носоглотке колет неприятно так но решила разбирать анонимный вопрос и последний остался от 22 сентября то есть три дня назад пришел тяжелый вопрос пришел под названием как довериться такому мужчине сразу мой ответ никак с ним нужно расходиться речь будет идти о мужчине который злоупотребляет алкоголем и азартными играми к сожалению друзья мои в турции последнее время такие истории не редкость вы аноним не первое не последнее вы насколько я помню историю не женаты поэтому просто расходиться к сожалению возможно связано дело с экономическим кризисом потому что всем резко нужны деньги и как только начинаются подобные движения в стране но вспомните наши девяностые например в той же россии жизнь была и только всегда появлялось много мошенников и так далее появлялись казино игры алкоголь реклама в общем-то потреблятство реклама легкой жизни многие на нее ведутся многие впадают депрессию только вот за последние пару дней пришло как минимум две истории от турецких новостей различных что многие молодые люди заканчивают свою жизнь накладывают руки из-за того что они могут свести концы с концами а вот другие люди например мне кажется как ваш молодой человек они из раздела там например людей с достатком переходят в раздел нищеброды что тоже может привести достаточно сильному удару по психике но и разное бывает особенно у мужчин они слабый пол пить начинают пытаются выиграть огромные суммы базарные игры не могут остановиться это такая маленькая ремарочка вступление извините теперь я читаю анонимное письмо мои хорошие друзья комментаторы будьте действительно друзьями без токсичности пожалуйста если есть что сказать по делу то говорите здравствуйте выпишите меня зовут я не озвучиваю вам только 34 года вы пишите вы с какой страны я не озвучиваю потому что это абсолютно не имеет значения на вашем месте может быть любая девушка с постсоветского пространства вы пишите я уже третий год живу в турции я думаю что и адаптировались неплохо с учетом что вы по моему работаете тут я долго сомневалась вы пишете прежде чем написать это письмо но сейчас чувствую что мне нужно поделиться чтобы понять что делать дальше и себе разобраться ваш турок мустафа мустафой я шифрую так скажем всех мужчин турок анонимных историях раньше это было имя мехмед теперь будет мустафа итак мой турок мустафа ему 37 лет он немножко вас старше он работает на очень хорошей работе вы говорите раньше его профессии оказалось не символом стабильности которые я искала простите но чтобы стабильно работать на этой работе на творческая она с проектами связано нужно быть на работе как он там совмещает алкоголь и все остальное это большой вопрос и если пока ему может быть где-то удается это делать то это временно незаменимых людей нету и если он будет там не появляться на работе и так далее никто ему этих больших денег платить не будет и он будет просто безработным так вот вы пишите мы познакомились в ноябре двадцать первого года через общих друзей на вечеринке тогда я была после развода не по этой ли причине вы в общем-то не разглядели какой вот вот данный мужчина мустафа или он не был таким в двадцать первом году так вот дальше я поклялась вы говорите что больше не позволю никому себя обижать и решила что найду непременно свое счастье я представила себе каким должен быть мой будущий муж веселым харизматичным легким на подъем красивым хорошо зарабатывать и конечно быть верным после развода моя подруга предложила мне переехать новую страну и начать все с чистого листа я была готова на все лишь бы избавиться от старых воспоминаний и поэтому мы получили рабочие визы и приехали в турцию куда вы устроились я не хочу озвучивать совсем но вы говорите что вы все еще там работаете работа в сфере обслуживания я не знаю много ли это приносит но я думаю что вам хватает так вот мустафа выпишите появился в моей жизни самый неожиданный момент мы встретились на вечеринке друзей и он сразу привлек мое внимание на самой вечеринке не удалось поговорить мы лишь переглядывались и улыбались я оставила ему свой номер телефона и он действительно перезвонил пригласил на свидание мы сошлись как-то быстро без долгих вступлений он очень красиво ухаживает я действительно чувствовал себя королевой помню заехал за мной на работу с инстаграмным букетом роз девчонки обзавидовались пару раз дарил золото не забывал сделать сюрпризы на праздники мы часто говорили по душам я чувствую что ему не безразлично то что я пережила его внимание оказалось таким искренним я начала чувствовать себя лучше и вскоре мы стали парой он был практически таким какого я себе загадывала ну какого там загадывали то есть веселый харизматичные легкий на подъем бла-бла семья у него очень приличная все очень образованные без предрассудков очень хорошо меня приняли то есть семьей познакомил да спустя чуть больше года я переехала к нему это казалось естественным шагом я была уверена что нашла человека с которым смогу построить будущее но в конце двадцать третьего года все изменилось мустафа стал больше времени проводить с друзьями и начал чаще пить я старалась понять его стресс работа у него кредит на машину еще начал валить вину на меня будто бы мне нужна шикарная свадьба он не может ее дать но я всегда говорила ему что мне достаточно просто росписи то есть он так оправдывался что вы не женитесь вы уже вместе практически проживаете хотя вы в турции находились я так понимаю по рабочей визе вас как бы так или иначе не выгнали ничего такого нету можно было и не жениться он об этом знал но он давит на то что нужна шикарная свадьба он ее не может дать и ты виновата к весне двадцать четвертого года вы пишете стало ясно что ситуация ухудшается он начал играть в азартные игры сначала это были небольшие суммы но вскоре он стал ставить все больше каждый раз когда я поднимал эту тему он говорил что все под контролем но я видела что он контроль потерял в марте двадцать четвертого произошла первая крупная ссора мустафа проиграл почти всю зарплату за один вечер я была в шоке когда я пыталась поговорить с ним о том как это нас затрагивает он злился он говорил что это мои деньги я сам знаю что делать что значит мои деньги мы собираемся построить семью это касается нас обоих а вы чё так дожили на вашу зарплату что ли если он продул все не знаю на тот момент надо собирать чемоданы и валить охренел что ли блин а тем более судя по нему он должен был там до хрена зарабатывать месяц и за один вечер продуть не вот на этом моменте все это уже пересечение точки невозврата а я отчаянно пыталась достучаться до него то есть вы еще пытались вернуть того человека с которым познакомились с тех пор прошло полгода ситуация только ухудшается он обещает бросить пить играть но я уже не верю я каждый вечер не знаю в каком состоянии он вернется я люблю его сочувствую помню того заботливого мустафу с которым познакомилась но сейчас он стал другим человеком этот новый мустафа тянет меня на дно я предложила ему обратиться к специалисту но он отказался я сам справлюсь я вижу как он тонет я не знаю как помочь не уверена что хочу тонуть вместе с ним у вас видите все таки вот это вот возникает не знаю тонуть с ним или нет у очень большого количества женщин даже вопросы этого не возникают он тонет и я с ним потону потому что я его люблю я его исправлю я такая жертвенная я буду до конца там с ним ну и что что он бьет а когда он в трезвом состоянии он же такой добрый хороший но что что он там бьет но он же приходит там дальше извиняться с букетом цветов то есть я очень рада что у вас здравые мысли есть он не справится сам будет хуже может быть что-то его сподвигло на вот этот первый толчок когда он вот начал начал играть там и проигрывать пить не выбираться из этого всего он потеряет работу денег не будет ну и второй вопрос я так понимаю у вас детей нету да ребенка же хочется завести я уверена что каждый хочется все-таки завести ребенка своего собственного пусть даже одного но любить ласкать свое дитя с этим человеком нельзя заводить детей совсем как с ним растить ребенка задумайтесь об этом может быть маленькая вероятность что вы не хотите детей но в основной массе все-таки женщины хотят детей а с этим нельзя так вы пишите я почти не общаюсь со своей семьей зря они переживают за меня но мне стыдно рассказать правду что снова оказалась в ловушке вы не в ловушке вы просто переехали к нему просто ищите куда съехать у вас же есть свои деньги вы же работаете я пишу вам потому что не знаю как поступить стоит ли продолжать надеяться на спасение или мне нужно спасать саму себя себя при всех прочих условиях выбираем всегда себя как можно довериться человеку который предает тебя каждый раз я не могу больше жить делая вид что все хорошо и страшно его оставить а вдруг сделать что-то с собой а он еще вас пугать будет ты уйдешь я собой покончу там ты любовь всей моей жизни может изображать из себя самого любящего самого-самого а потом проходит и и проигрывает все деньги даже если у вас на еду не останется нет бросать он тогда пьяный вообще безбашенный а если уйти то как молча и желательно как бы найти себе защиту я не знаю даже у вас во френд зоне никого нету подходящего которое временно может поиграть хотя бы временно роли вашего там парня потому что этот будет бегать за вами на работе пытаться там сцены устраивать мне кажется вот эти вот игроманы алкоголики они же любят эксцентричное поведение гамлеты блин недооценены вот надо чтобы кто-то ему по башке настучал из друзей сказал что я теперь с ней все отвяжись если нет будет сложнее но если есть кто-то из друзей который может временно поиграть роль вашего парня там с вами походить так далее пока этот отцепится туда съехать естественно сделать вид что вы ушли к кому-то другому и жить дальше потаскуйте ночь уже буквально к новому году уже хорошо вам будет так что от меня давайте решайтесь также я жду что он меня поддержат подписчики помогите девушке принять правильное решение так ну там дальше у вас спасибо и благодарности пожеланиям это я не зачитываю спасибо вам в принципе за все что вы меня пожелали и вам того же она там все голос садится простите друзья прям не могу я даже когда вот эти будни домохозяйки записывают так не болело горло это какая-то может быть реально это какая-то корона такая мерзкая что-то слишком долго вот такое странное состояние ладно на себя не буду акцент делать девушка убегайте от этого азартного и пусть у вас все хорошо будет тут вся прекрасная страна вы найдете себе прекрасного человека не этого а друзей там надо кавычках поблагодарить с кем они вас там свезли с вот этим вот не не поэтому ли он одиноки в свои 37 хотя нет вы пишите что вначале нормально короче я не знаю каким он там был но итог не очень хорошего он уже не исправиться ладно всем пока